Всем доброго времени суток, дорогие мои друзья и товарищи! С вами Рин и с вами еще целых 5 человек. И мы продолжаем играть в Скайпорн. Что у нас было в предыдущей серии? Мы познали всю боль Колизея, так сказать. Вернее, боев Колизея. Мы добрались до Норденвальдского леса и здесь тоже познали боль. Если бы не Альда, чудесная крылатая женщина, которая в принципе ненавидит людей и полукровок, а Сашку так вообще испугалась. Но, тем не менее, нам она помогла, что очень странно. И согласилась сопровождать нас дальше в поисках эфирного топлива, которое нам нужно найти. Поэтому теперь наша команда состоит из 5 человек. Даже не знаю, надолго ли с нами будет Альда. Может быть, кто ее знает. Вдруг она захочет остаться с нами до самого конца. А вдруг все-таки она просто поводит нас по лесу. А потом нам придется с ней расстаться. Ну, допустим, мы, значит, побывали в левой части, так сказать. Назовем это так. Ну-ка, здесь ничего интересного нет. Тут можно спуститься. Так, вот здесь, по-моему, я еще не была. Давайте посмотрим, что мы тут можем найти. Как должно выглядеть это эфирное топливо, никто не знает. Даже сама Альда про него не в курсе. Наверное, будет в сундуке храниться. Как обычно и хранятся всякие там лекарства, эликсиры, чудодейственные травки и так далее и тому подобное. Слушай, это мы не в начало пришли. По-моему, это мы в начало пришли. Да, заблудиться тут легко. А здесь у нас что? Да, мне кажется, мы тут можем легко заблудиться. Ну, это ж мы опять идем туда, да? Где этих встретили? Берцеров, да? Помню, что вот... Слово как цербер похоже, да. А тут ведь действительно получается больше некуда идти. Или все-таки есть куда? Я просто не заметила. Конечно. Продолжаем тупить, называется. Надо было просто вот сюда пойти и все. И не блуждать там, черт знает сколько. Уперлись в кустик. Опа! Там враг нас поджидает. Его обойти не вариант. Вообще нет. Вот здесь можно как-то обойти. И здесь есть враг. Так. Можем вроде как и направо пойти. Но погоди-ка. Давай еще вот тут походим. И помимо всего прочего, нам еще нужно цветы найти для дедушки Атласа. Про эти цветы я помню только то, что вроде бы они золотистыми блестками искрятся. Что-то в таком духе. Звездочка. Окей. Интересно, мы эту Альду тоже будем прокачивать? Она, наверное, там уровня 50-го может. Так. А здесь тупик, да? Нам, судя по всему, надо вон, видите, вход. Нам надо как-то туда попасть. Давайте, значит, сейчас направо пойдем. Тут так классно. Солнышко светит. Музыка эта приятная. Птички поют и все такое прочее. А у нас за окном сегодня пасмурно и дождик. И холодно вообще. Ну, что поделать. Осень вступила в свои права. Ну, как-то, по-моему, все-таки резко этот перепад осуществился. Потому что последние дни августа еще было очень жарко и душно. А потом, бац, начались дожди и все. Сразу холод. Это жестко. Ох, сколько ж тут врагов. Сколько тут этих веревочных лестниц. Знаете, так и ждешь, как будто сейчас Маугли какой-нибудь вылезет. Или там я не знаю кто. Хорошо, допустим. Я вижу еще одну звездочку. Так, уровень 16, уровень 16. А остальные что? Либо они дотягивают, либо уже, может быть, выше. Так, смотрите-ка, куда-то мы пришли. Ну-ка. Что это за какие-то статуи, памятники? Ну, давайте зайдем внутрь. Локация, опять же, помечена как Норденвальдский лес, но что это здание из себя представляет? Интересно. Какие-то пещеры опять. Так, я вижу звездочку. А, ну и фиксы. Подождите, тут еще одна загадка. Подобная той, которую мы уже находили на горе Элизиан. Да, смотрите, желтая кнопка. Ох, опять нам придется головоломки решать. Наверное, мы пока рано сюда зашли. Ну, давайте попробуем в эту дверку зайти. Ага, и вышли мы вот отсюда. То есть, просто прошагали из одного конца в другой. Понятно. Что ничего пока еще толком не понятно. А если вот сюда пойдем? Тут действительно, слушайте, можно блуждать и блуждать. О, Альда что-то говорит. Почему не перевели на русский-то? The night comes, I suggest we retire to my camp for now. Альда говорит, что наступает ночь, и она предлагает к ней в лагерь, что ли, пойти переночевать. Этот вечер, господи, этот лес оживает, получается, с невыразимым ужасом, когда на него, господи, когда его окутывает темнотой. В общем, когда наступает ночь, отсюда всякие чудовища начинают активничать. Поэтому Альда предлагает нам остановиться. Но слушайте, почему все на английском? Не, ну ладно, я как бы могу это прочитать, перевести, но что делать тому, кто не знает английского языка? Хорошо, говорит Кларита, где же твой лагерь? К северу отсюда. На север отсюда, да? Нет, ну я все понимаю. Но что, вы хотите нам сказать, что сейчас мы не найдем ни эфирное топливо, ни... Как эти... А, северянки какие-то там назывались. Что мы эти цветы сейчас тоже не найдем. А, подожди, смотри, вот же они, кажется, лежат. Северянка золотолепестковая. Смотрите, нашли. А он говорил, что ему нужно 10 таких штук. 10 таких северянок. Поняли, да? Вот еще одна лежит. Хорошо. Пока, вроде, я их тут не вижу. Так, а здесь мы можем спуститься. Не, подождите, мне все-таки интересно. Мне хочется еще походить и поисследовать. Что же тут еще может быть? Еще можем направо пойти. Вот, смотрите. Тут еще помещение есть. Да тут дофига всего. Это мы куда? О, это мы к синей кнопке. Хорошо. Скорее всего, кнопок опять же будет 4. То есть синяя, желтая, красная и зеленая, соответственно. По идее, загадка не должна быть такой уж сложной. Так, а сюда? А, ну сюда мы заходили. И тут у нас желтая кнопочка, да. Заблокировано, заблокировано. Понятно. То есть пройти туда, а как пройти туда? А как туда пройти, так вообще непонятно. Где искать кнопку? Нужно такую же постройку, такое же здание найти. Сложно. Тут мы были? А, ну да, вот же, направо ходили. Все правильно. Это просто гигантский лес. Я не знаю. Хотя, по горе мы тоже долго ходили. Ну, что-то мне кажется, гора была меньше, чем этот лес. А может, мне просто так кажется сейчас. Вот здесь мы можем спуститься. Будет обидно просто, если я чего-то упущу. Чего-то не... О, вот смотрите. Да, сюда мы не ходили. А тут много сундучков. Так. Так. И... Тут у нас враг. Но нам все равно надо прокачиваться в любом случае. Так что давайте сражаться. Ой. А мне кажется, я зря решила сражаться. Но у нас есть Альда. У нас есть Альда. Если что, она поможет. А как называется враг? Что-то тут даже не написано. Прикиньте. Слушай, а давай Сашка у нас попробует, значит, защитную стойку сделать. Пока что. Подойди поближе, называется. Вот этот вот зверь. Очень интересно. Мне кажется, он похож... Знаете? В мифах такой был немейский лев. У него, короче, отец был дракон, а мать была лернейская гидра. Вот. Мне кажется, это чудовище его напоминает. Потому что он хвост, как змея. Так, Альда такой. Или саблезубый тигр какой-нибудь. О, добили. Хорошо. Очень хорошо. Эээ, только золото мы не нашли. Жалко. Ну, хорошо. Вот видите, без Альды мы бы нифига так не справились. Радужная призма. Интересно, куда она нам пригодится. Еще одна радужная призма. И двойка пик. Вот, видите, как здорово, что мы сюда зашли. Еще и карту обнаружили. Но я хочу посмотреть, что из себя эта радужная призма представляет. Так. Где ты у нас? Вот, я тебя вижу. Используется для улучшения оружия или доспеха. Но мы ее сейчас не можем использовать. Или, скорее всего, чтобы на нее посмотреть, мы должны зайти в улучшение. Ну, ладно. Я поняла. Очень хорошо. А, вот, смотрите-ка. Не сюда ли нам надо? Опять какие-то пещеры, шахты. Вот зеленая кнопка. Но нам бы желтенькую бы отыскать. Еще один сундук. И опять враг. Будем сражаться. Будем. Похитители. Хм. Они похожи на... Они похожи на... Вот на кого-то они похожи, но я пока не могу сказать, на кого. Может, вспомню потом. Автомат. А давай проверим, как на них автомат действует. Ну, нормально так. Судя по всему, эти еще не очень сильные. С берцерами они сравнятся. Ох ты, нифига себе. Это Сашка его одним ядовитым когтем так? Так, хорошо, чья очередь? Что-то Корвин у нас в этот раз вообще не при делах. Ну и ладно, пусть бережет силы и здоровье. Золото! Идите прочь, похитители. А, они, знаете, на каких-то леших были похожи. Вот прям... Так, а здесь... А здесь тоже заблокировано. Найдите желтую кнопку. Ну... Так, там зеленая. А! Разблокированная. А здесь... А здесь ничего. Значит, идем наверх. Вот сюда. Сундучок вижу. Звездочки вижу. Ух ты, круто. А, это не звездочки. Это это. Платина. Да? Это у нас платина. Вот. Пособираем по пути всяких полезных вещей. Пополним наши запасы. Вижу рычаг. Рычаг это хорошо. Только что он открывает. Ох, знаете, я сейчас про себя радуюсь, что я все-таки не топчусь на одном месте, а исследую что-то новое. Потому что было бы вообще не айс, если бы мы все время топтались на одном месте. Так, давайте-ка сюда. Сундучок. Эликсир взяли. Хорошо. Тут у нас платина еще. Наделаем платиновых кольчуг себе. Будем такие все крутые. Хотя, я так понимаю, Клоретта может только себе в оружии доспехи создавать. А может быть и нет. Может, я опять же не понимаю еще. Как в этой игре. О-о-о. Это та хрень, которая была у нас в Колизее. Магическая эссенция. Это она у нас кровь высасывала. Интересно. Выброс адреналина. Давай попробуем подсветку цели. И напал. Это даже непонятно что. Магия и магия. Так, а ну. Что ты у нас еще умеешь? Таинственная сабля. Портификация. Жертвоприношение. Вспушек. А давай жертвоприношение. Хотя, это очень похоже на напалм. По идее. Но, видите, они сразу сдохли. Нифига, сколько опыта нам дали. Судя по всему, это действительно сильный враг. Ой, у Альды, я кстати заметила. У нее уровень там какой-то 20... 20 какой-то. Может, 28. Дама, пик. Ну-ка, я хочу глянуть. Где она у нас? Сколько нам еще осталось их раздобыть? Значит, смотрим, что есть. Четверка, шестерка. Так. Давай-давай, ниже мне сделай. Четверка, шестерка, десятка. Дама, валет. Восьмерка, пятерка, двойка. Значит, нет тройки. Тройки, семерки, девятки. И короля. А, ну еще тут, скорее всего. Если он есть здесь. Карту пикового короля я помню, что там вроде как победитель показывает в Колизее. Но я так и не поняла. Или тот, кто стал победителем в бою, показывает эту карту. Или там уже какой-то победитель, который видел. Что-то я запуталась. Так, минуточку. Здесь мы были. Такое ощущение, что сюда я не заходила. Это что? Ну да, это с изумрудом связано. Так, синяя кнопка. Нет, тут я еще тоже не была. Отлично. Есть еще один сундук. Да, да, да. Прокачиваемся, прокачиваемся. Господи, набираем столько всяких эликсиров, а в бою толком ими и не пользуемся. Вообще, это, конечно, неправильно. Надо как-то уметь все это дело. Так, там лестница. И меня туда, наверное, сейчас не пустят. Тут тоже лабиринты. Будь здоров. Ой, кстати, я видела красную кнопку. Но мне кажется... А, подожди. Я видела ее правее, эту кнопочку. Ай, ребят. Ух ты ж, блин. Вы видите, сколько тут всего? Тут реально риск заблудиться. Ну хорошо, допустим, красные кнопки мы вышли. Таким вот макаром. А, ладно, не буду пока это брать. И так полно всякой фигни в инвентаре. И мы опять вышли вот отсюда. Ох уж эти поиски. Нам, значит, вот сюда теперь надо. И мы вышли к сундукам. Ну хорошо. Денюшки. Молодильный дождь. Ладно, берем. Теперь нам, наверное, надо вот сюда куда-нибудь. Подожди-ка минутку. А что вот здесь? Ну это кошмар. Вы посмотрите. Сколько всяких возможностей. Туда пойти, сюда пойти. Золото вижу. Так, и мы опять пришли в какое-то здание. Сначала я было подумала, что это склеп. Ну, когда увидела там в лесу его еще. Но какое-то оно уж слишком длинное. Это скорее что-то вроде катакомб. Которые довольно-таки неплохо сохранились. А может еще как-то по-другому это место можно назвать. Но я вижу там сундучки. О! Желтая кнопка. Наконец-то мы тебя нашли. По-моему, мы все кнопочки уже понажимали, да? Тут бассейн какой-то. А, ну вот мы, собственно, и вернулись. В начало. Окей, теперь бы вспомнить, куда нам дальше. Тут я ведь была уже, да? А то глаза прям разбегаются от этой всей вариативности. А тут мы нажали зеленую кнопку. Это я помню. Допустим. Куда же дальше пойти? Так, там, по-моему, были сундуки. Тогда, наверное, нам сейчас снова сюда. И, видимо, по сюжету действительно придется в лагере Альдо оставаться. Я еще хочу кое-что проверить. По-моему, тут был путь заблокирован где-то. А, вот. Ага. А, или, ну, я, получается, сейчас опять пойду блуждать по этим же лабиринтам. В принципе, зачем оно мне? А здесь точно больше ничего интересного нет? А, ну вот, рычаг мы нажали. Кстати, что за рычаг? Так, а сюда? Это мы где? О, здесь мы, кажется, не были. Ах, какой же ты огромный-то, а? Норденвальд. А, ну, сюда я ходила. Все, я вспомнила. А, ну, это же опять то же самое место. Тьфу ты. Все, реально начинаю путаться. Ну, хорошо. Это что? Это просто камушки валяются. Ладно. Ну, Альда сказала, что наступает ночь, однако не вижу, чтобы тут было темно. Так, я нашла еще один цветочек. Сколько их у нас? Три штуки теперь. Так, а вот здесь мы не были. Тут. Звездочка. Так, вижу сундук. А здесь больше нет этих цветочков? Погоди-ка, а там что за лестница? Какая-то совсем... С нее даже спуститься нельзя. Ладно, как бы нам до сундука добраться? А легко и просто. По мостику. Опять молодильный дождь. Ну, пусть будет. Атласу этому надо будет молодильного дождя поотдавать. Чтобы он был не только сильным, но еще и молодым. Так, нам вот сюда теперь? Или это тоже какая-то загадка? А, тьфу ты, блин. Да к нам сюда и не обязательно вообще идти. Мы эти лабиринты уже прошагали, получается. Все кнопки, какие могли, понажимали. Хотя, рычаг. Для чего-то же он был все-таки нужен. Я просто не увидела, открыл он там действительно какую-то дверь. Или может он вообще что-то другое открывал. Ладно, наверное, нам сейчас вот сюда. Вот здесь. А, дом Альды, кстати. Так и написано. Значит, мы пришли правильно. Устраивайтесь поудобнее. Придвиньтесь поближе к огню. И ради самих себя сделайте, как я сказала. Останьтесь здесь. Ну, хорошо. Скорее всего, по сюжету мы это эфирное топливо действительно должны будем найти позже. А цветочки, в принципе, могли еще поискать. Потому что нашли очень мало. Ну, да ладно. Нам, правда, требуется отдых. Ай, хотя эта Альда, знаете, она нас сдать может легко, что мы вот здесь. Но, с другой стороны, зачем она нам помогала? День был тяжелым. Нужно хорошо отдохнуть. Да, не хочется, чтобы нас убили во сне. Но Салли ей не доверяет. Я могу его, конечно, понять. Да. О, не беспокойся. Она назвала меня отвратительной полукровкой. Ну, давайте будем логичными. Хотела бы она убить того же Корвина, раз она считает его отвратительной полукровкой. Она бы это уже сделала. Сашка ее напугала. Но Сашка жива. И мы с Салливаном живы. Так что, я не знаю. Есть ли смысл бояться? А еще она сказала, что я похожа на монстра. Бедная девочка. Не похожа ты на монстра. Ты очень милая. Может быть, она слишком груба, но, смотрите, нам все равно нужно где-то переночевать. И здесь самое лучшее место. Кроме того, если бы не ее помощь, нас бы уже сожрали собаки. Ой, она меня напугала. Так, хадыш. Здрасте. Вы нам покушать принесли? Спасибо. Угощайтесь. Вот не зря она живет отшельником в этом лесу. Может быть, кто-то ее предал. Может, я не знаю, еще какая-то некрасивая история с ней приключилась. Но возможно, что она стоит в стороне от всех этих перипетий и войн между неборожденными и полукровками. Ладно. Я не очень хороший повар, так что не жалуйтесь на вкус. Спасибо. Да ладно, я думаю, им сейчас любая еда покажется деликатесом. Так по очереди подошли, отошли. Альда, у меня к тебе вопрос. Что воительница неборожденных делает здесь? Как минимум на земле. Вот, кстати, да. Если все неборожденные живут где-то наверху, потому что они летают, ну, создание неба, то она живет в лесу, знаете, как... Ну, не знаю, как кто. Ну, как отшельник, что еще можно сказать. Лесник такой, с крыльями. Можно сказать, что я ищу ответы. Ответы на что? На вопросы, которые никто больше не задает. Как хорошо вы знаете, мой народ. Ну, почти не знаем на самом деле. Все они живут на самом высоком ярусе города. Многие люди их даже ни разу не видели. Ха! Некоторые вещи не меняются. Ну, неборожденные ставят себя выше всех остальных и предпочитают даже не опускаться до уровня людей и полукровок. Потому и живут на самых верхних ярусах. Логично. Неборожденные готовы пойти на все для защиты своего статус-кво. Готовы настолько, что это уже стало неотделимо от нас самих. Я не уверена, что понимаю. Каждый неборожденный с рождения обучается боевым искусствам. Ребенок получает боевые доспехи на церемонии совершеннолетия. В то время, когда люди изобретали новые технологии, мы придумывали все более и более эффективные способы уничтожения и порабощения любого противника. В то время, как в человеческом обществе наиболее уважаемые люди – это ученые и предприниматели, в обществе неборожденных соблюдается строгая иерархия, основанная на военных заслугах граждан. «Но ведь так было всегда? Почему неборожденные начали войну с людьми?» «Об этом, наверное, должна сохраниться информация в книгах по истории неборожденных или где-нибудь еще. Может быть, но я никогда не видела ничего подобного. И есть над чем подумать, действительно. С чего вдруг все эти войны? Причем, ну ладно, с полукровками, но люди... А хотя, это все сложно. Ладно, просто идем дальше по сюжету. А то сейчас что-нибудь неправильно пойму еще. «Но ведь ответы на эти вопросы в лесу не найти. Это не так просто. У меня сложное отношение к этому вопросу. Боюсь, я не смогу так просто все объяснить. Можно я расскажу притчу, которая поможет понять тебе, что я чувствую? Хорошо. Ну что ж, послушаем твою историю. Несколько лет назад в тренировочный лагерь Стормрукадам... Что-то я не углядела. Альда. Рулер его зовут. Хотела рулет сказать. Рулер. «Сегодня твой последний экзамен. Ты готова к нему?» «Готова настолько, насколько это возможно». Ух ты, какая она прикольная здесь. Девочка-подросток. У тебя осталось еще немного времени на тренировку. Меня это мало беспокоит. Ведь это ты первый ученик в классе, а я только вторая. Странно, что инструкторы поставили нас в одной паре. Это несправедливо. Хорошо. Пожелай нам удачи. Увидимся позже, ладно? Я хочу отнести свою диссертацию инструктору Кальвису. Немного сложновато для тебя? Я воин, а не писатель. Прекрасно. Увидимся позже. Ребят, нам дают играть Альдой. Прикиньте. Вот это круто. Вот я люблю такие штуки. Когда вроде бы одним персонажем управляешь по сюжету, потом тебе неожиданно дают другого. Очень-очень-очень здорово. Хе, классно. Ну, допустим. И куда мы сейчас должны пойти? Вестибюль казармы. Так, это твой... А, нет, это не твой приятель. Это уже другой круг. Альда, как дела? Готова к последнему экзамену? О, привет, Филберт. Думаю, он не будет слишком сложным. Конечно, только не для тебя. Ты ведь лучше всех в классе дерешься на мечах. Как божественный стальной бихарь. Если тебе понадобится помощь, не стесняйся. Сразу позови меня. Я с радостью помогу тебе, богиня. Мне нужно, чтобы ты стоял здесь. Да, именно так. Стой здесь и оставайся здесь. И я приказываю тебе. Тогда, по твоей воле, я буду стоять здесь до тех пор, пока меня держат ноги. Ахаха, он в нее влюблен. Посмотрите. А она этим воспользовалась. Использовалась, короче. А, вот инструктор, кстати. Доброе утро, инструктор. Это моя диссертация. Да, хорошо. Тебе не кажется, что она несколько коротковата? Мне очень жаль, инструктор. Я не смогла найти больше информации по теме. Ах, это, наверное, как с курсачом. Большая часть того, что... Ой, что я пропустила, промотала? Тут, интересно, назад нельзя вернуть диалог. Ну, в общем, она там оправдалась, что... Что-то там, большую часть, что она смогла найти, это, видимо, что-то такое короткое. Не знаю. Эх, мисс Кимс, древняя история Неборожденных. Это очень незначительная тема. А я ведь пытался убедить вас выбрать для диссертации что-то другое, как и в прошлом году. Как эта история может быть незначительной? Кроме того, я хотела выбрать тему, которая бы не касалась смерти. Все остальные темы были о войне с людьми. Да, ты должна была последовать примеру своих одноклассников. Война с Гранд-Министром – это зенит нашей цивилизации. Примеров тактического мастерства и стратегического гения этой вонны... А, войны, господи. Тут уже вонны откуда-то взялись. Достаточно для написания тысяч работ. Ну, инструктор, разве не любопытно узнать больше о прошедших временах? Наш народ существует дольше, чем одну войну. В одной старой книге, которую я смогла найти, рассказывается о великих сражениях, о далеких землях и даже о какой-то неизвестной расе. Кадет Кимс, прекрати говорить об этом. У них в прошлом существует какая-то тайна. Из-за чего они почти не знают об истории, да? О том периоде, когда неврожденные начали воевать с людьми. Что-то там такое было, что умалчивается. Инструктор, я? Ты подаешь большие надежды, Альдекис. Для твоей же пользы. Никогда не заговаривай об этом снова. Если ты не хочешь принять этот совет, считай его приказом. Да, сэр. Ух, ты хотя бы будешь выполнять приказ. Сэр, просто следи за собой, Кимс. О твоем непонятном любопытстве уже сообщили в академию. Я надеюсь, ты докажешь свою преданность на выпускном экзамене. Спасибо за заботу, инструктор, но вам не нужно беспокоиться. Я знаю, что собираюсь победить. Вот такие вот пироги. Что-то они скрывают. И Альде хочется что-то это узнать. Так, а с вами мы поболтать можем? Я надеюсь, что мне не придется когда-нибудь садить в бою с рулером. Этот парень уже мастер боевой магии. И все остальные выглядят на его фоне зелеными новичками. Будь немного увереннее в себе. Я верю, мы научимся владеть магией не хуже него. Странный совет. Уволить старого резервиста Варна в ночь перед последним экзаменом. Ох. Когда я выйду отсюда, то набью морду кое-кому из грязных ботинок. Что? Я уже по горло сытых грязью. В смысле, это он так полукровок называет или что? Так, окей. Нам сюда. Альда, все в порядке? Ой, я просто беспокоюсь о своей работе. Кальдису она не понравилась. Тогда у меня есть кое-что, что поднимет тебе настроение. Что это? Ага, это сюрприз. Пойдем со мной. Ммм, он ей это оружие подарил. То самое, с которым она сейчас сражается. Это для меня? Тебе нравится? Как оно называется? Только хотела бы я знать. Рулер, спасибо тебе. Это самый лучший подарок в моей жизни. Ну, понятно, что это меч какой-то. Или это два меча. В общем, мне бы название, потому что не разбираюсь. Я хочу, чтобы у моего партнера было хорошее снаряжение. Ой, экзамен скоро начнется. Подожди. Альда, перед тем, как идти, я хочу тебе что-то... Понятно. У них любовь там могла быть. Но он не успел ей об этом сказать. Всем студентам немедленно прибыть в Колизей. Выпускной экзамен скоро начнется. Опять Колизей, ребят. Нам лучше быть там. Может быть, ты потом ей об этом скажешь. Ну вот, что-то у меня такое предчувствие, что история Альды будет не из самых веселых. Мне кажется, нам придется ей посочувствовать. Ох, вы только на это посмотрите. Вот она, какая арена. И все смотрят. Всякие высокопоставленные лица. А там кто? Императрица, интересно, сидит. Да, императрица Доминиона Неборожденна. Директор, вы можете приступать. У нее и доспехи. Шикарная дамочка. Ничего не скажешь. А это значит директор. Новобранцы, вам предстоит испытание оружием. Ваш выпускной экзамен. На нем должны быть проверены ваши навыки самых почетных боевых искусств. Будьте готовы встретиться лицом к лицу с самыми ужасными монстрами, хитроумными ловушками, а также скрестить мечи с самым опасным противником из всех. Неборожденным воином. Друг с другом. Он действительно это сказал? Это будет легко. Ваши командиры будут наблюдать. Докажите, что вы настоящие воины, и вы получите доспехи. Проигравшие еще на один год останутся кадетами. Пара, первой добравшейся до алтаря императрицы, удостоится самой высокой награды служить под командой Центуриона, правой руки императрицы. Без лишних слов. Пусть начинается битва. И битва началась, да? Время пошло. Так, подожди, а что нам делать-то? Лучше не тормозить. Хм, я думала, что испытание оружием это сражение один на один. Это было глупо. Уметь быть хитрым не менее важно. Не бойся, я читал про этот экзамен. Мы можем сами себе помогать, собирая полезные вещи в лабиринте, а также можем лечиться в точках исцеления. Ну, спасибо за подсказку. Лечиться в точках исцеления. То есть мы сейчас сами будем ходить и сражаться, короче, со всеми, с кого мы тут встретим, да? Рычаг еще у нас тут есть. Хорошо. Прошли там, освободили место здесь. Интересно. А с кем сражаться-то? Вот с этими существами? Или нет? Мини-тавр. Ну, хорошо. И нам на все про все дается... Ого! Нам дается целых полчаса. Мне кажется, или это очень долго? Так, а что ты умеешь, Руля? Шоковая волна. Давай попробуем. И у тебя, значит, что есть вспышка. Хе. Что-то, по-моему, ему это было вообще... Вообще тьфу. Но Рули Ральда действительно сильны. Уж они-то должны по-быстрому с ним расправиться. Так, а уровни... Интересно, они прокачивают себе уровни? Получен уровень 21. А, нет. То есть на момент сдачи экзамена у них уже было по... Уже был 21 уровень. Так. А, ну подожди. Нам ведь надо дойти до императрицы, да? Постараться сделать это как можно скорее. Так, а что здесь? Нет, подожди. Открой пока эту шкупу. Хорошо сразимся мы и с тобой. Ой, Рулер, 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 Рулер... Господи, у меня аж язык начал заплезать. А он даже ничего применить не может, чтобы вылечиться. Эквалайзер, шестое чувство, магический барьер. А ну, давай шестое чувство посмотрим. Блин, какие у них офигенные умения есть. Альда? Ну и Рулер, по идее, должен его добить сейчас. Хорошо. Интересно. За сколько минут вообще тут реально дойти до императрицы? Боже, тут еще кнопки есть. А вон, кстати, я вижу. Вижу я чувака, который с красной кнопкой. Так, погодите. Я немного запуталась. Куда нам теперь-то идти? Наверное, вот сюда. Сюда нас, опять же, не пустят. Блин, а тут все перекрыто. А что же делать? Там звездочка, но тут тоже перекрыто. Ой, ребят, что-то мне не нравится это. Что-то мне кажется, я сейчас заблужусь, и у меня ничего не получится. А если еще придется это все заново начинать? Я не знаю, куда идти. Я серьезно не знаю, куда идти. Все пути перекрыты, вы только посмотрите. А красную кнопку охраняет вон тот придурок. Черт. Черт. А, вот-вот здесь нам убрали препятствия. А это что делает? Убирает препятствия отсюда. Ясно. Да блин, тут только звездочка. Слушайте, мне это не нравится. Вот вообще. Мне кажется, мы продуем таким, Макар. О-о-о-о. А как же нам туда попасть? Чего я не понимаю. Может, я что-то пропустила? Давай еще раз нажмем вот этот рычаг, выйдем отсюда. Так, ну здесь закрыто. И здесь закрыто. Черт, ну туда ведь как-то надо пройти. А как я это сделаю? Еще вот тут рычаг есть, может быть, именно его и надо было нажать. Ну-ка, давай смотреть. О, похоже, правильно. Ой, похоже, правильно. Правильно-правильно-правильно-правильно-правильно-правильно-правильно. Много мы уже записывали, поэтому давайте на этом остановимся. А, Альдо свое испытание, свой экзамен уже в следующей серии продал. Спасибо вам большое, что смотрели. Всем всего доброго, ребят. И пока. Увидимся с вами в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok